Здравствуйте, меня зовут Лёша Халецкий, и я строю мосты. И мне не стыдно в этом признаться, строил, строил и буду строить. Ну, на самом деле, конечно, я всё-таки больше журналист, чем строитель мостов, и занимаюсь этим мостостроительством в виртуальной реальности, то бишь на экране моего монитора в игре Оли Бридж. Думаю, в комментариях меня опять обвинят, что я делаю обзор на какую-то казуалочку, но я не мог обойти стороной эту игру, потому что действительно мне почему-то нравится строить мосты, и началось это ещё в начале двухтысячных. Надеюсь, среди моих зрителей есть те, кто помнят игры Pontifex, Pontifex, наверное, правильно, или Pontifex, Bridge Builder. По-моему, где-то в районе 2001-2002 появились эти небольшие игрушки, распространялись они как shareware. Pontifex, по-моему, вообще был на флэше сделан. Но что те представители жанра моста строительства, что герои моего видео Поли Бридж были невыразимо богаты возможностями и покоряли любого думающего человека. Тем более я когда-то учился в Политехническом институте, у меня был такой предмет сопротивления материалов, сопромат, и я очень сильно жалел, что вместо лекции по сопромату нам не показывали вот эти игры. Потому что что Pontifex, что Poly Bridge офигенно объясняют многие металлургические истины и строительные истины. Например, что самое прочное сооружение это треугольник. В общем-то, суть игр проста. Нам дается какая-то карта, какое-то место, в котором надо провести машинку, машинки, мотоциклист или кого угодно с одного края обрыва на другой. Для этого надо построить мост. При этом на разных картах есть еще много всяких проблем. Например, в районе моста будет проезжать пароход, то есть нужен либо разводной мост, либо мост, который находится выше, либо у нас нехватка материалов, поэтому приходится чуть ли не трамплин делать. В общем, карт для игры великое множество. Плюс еще и сами игроки в воркшопе стимовском уже наделали своих карт, поэтому с наполнением игры проблем нет. Вообще, Polybridge довольно долго была в раннем доступе, поэтому и с производительностью, по-моему, полный порядок. Но надо понимать, что это игра не для того, чтобы ее пройти от начала до конца. Такой медитативный продукт, когда вы хотите отвлечься от каких-то забот и решить задачу. Но только это не такие тупые игры, вот как на планшетах есть и смартфонах. Ну, в кавычках, конечно, тупые там, где надо точки правильно расставить или судоку решить. Уж извините, это довольно механический процесс. Мне вот нравятся такие игры, где есть довольно сильная связь с реальностью. Вот поиграв в Polybridge, я себя ловлю на том, что езжу по земному шару и обращаю внимание на мосты. Действительно, пытаюсь разобраться, почему в данном случае мост построен так, а не иначе, из каких материалов он и прочее, прочее. Да, здесь вот в игре важны материалы и типы мостов, там, пантовый, виадук, понтонный, разводной, арочный и так далее и тому подобное. При этом не стоит думать, что игра какая-то вот такая скучная фигня про то, как провести мост. Во-первых, тут можно реально развлекаться тем, что специально делать хреновый мост, чтобы он ломался, чтобы машинки, которые надо перевезти на другой берег, падали в море или корабль проезжал сквозь ваш мост. Почему нет? И, кстати, Steam, да и интернет тоже заполнен гифками из этой игры. Тут, кстати, очень удобный механизм экспорта ваших достижений, то есть вы запустили тот мост, который вы сделали и можете видео экспортировать как гифку, разместить у себя там в твиттере, в фейсбуке и так далее и тому подобное. Пользуйтесь 2GIS для выбора товаров и услуг. Аптеки, магазины, маршруты и другая детальная информация о городе. Подробнее на сайте 2GIS.ru. 2GIS, если быть точным. Визуальная игра выглядит приятной, весело. Вот у многих из вас есть претензии к шестой цивилизации, что, мол, мультяшная графика, так в Polybridge такая же мультяшная графика и тут она очень в тему, сочные яркие цвета, плюс к этому замечательный саундтрек, правильная физика, редактор от ваших мостов, он очень понятен, то есть там и наклон в градусах нарисованы, т.д. и т.п. Да, несмотря на то, что у меня в обзоре игра на английском языке, но есть и русский, там вообще много языков. Мне, правда, как всегда в русской локализации шрифт мне нравится, но если вдруг вы без языка играть не можете, без русского языка, то он в игре есть, не беспокойтесь. Вообще, я прочитал один такой обзор по поводу этой игры, мол, не дайте мультяшной графике вас обмануть. Это игра о жизни и смерти, потому что действительно так, когда там десятый раз у тебя не получается построить мост, уже так жалко этих человечков в машинках, которые падают в море или врезаются во что-нибудь. Ну и самое главное, по-моему, это офигенный обучающий инструмент. Тоже один из комментариев, мол, нафига я обучался гражданскому строительству, если мог спокойно купить эту игру, и мне бы обошлось это в тысячу раз дешевле. Ну, само собой, понятно, что стать инженером с помощью Polybridge у вас не получится, но еще раз повторю, основы понимания инженерного дела определенные вы получите. И действительно, вот начнете на многие инженерные сооружения, поиграв в Polybridge, смотреть как знаток, то есть пытаться понять, почему сделано так, а не иначе. Ну и к цене, как всегда, для наших Палестин цена самая дешевая, 279 рублей. Опять же, для сравнения, в США Polybridge стоит 12 долларов. Игра совершенно недавно вышла из раннего доступа, но, судя по статистике, ее уже купило 205 тысяч человек. И самое интересное, что играло в нее почти 200 тысяч, то есть нету таких, которые бы не запускали Polybridge. Понятно, что вот эта инженерная тема, возможно, немногим будет интересна. Но для тех, кому строительство всегда было по сердцу, то есть они, конечно, не строители, но интересно, как это все происходит, то Polybridge вообще в обязательном порядке надо посмотреть. Знаете, чем-то Polybridge похоже на World of Goo. Помните, такая игра с черненькими нефтяными товарищами, с помощью которых вы тоже строите цепочки. Но тут намного больше всяких физических моментов именно. То есть упомянутое мной сопротивление материалов, разные материалы абсолютно могут использоваться, разные типы мостов. То есть по мне, лично мне, Polybridge более интересны, чем World of Goo. Так что я, конечно, эту игру рекомендую. На этом все. Вы слышали строителя мостов Лешу Халецкого. Пользуйтесь 2GIS и играйте в умные игры. Я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. И раз вы досмотрели до конца, то у меня к вам просьба. Поставьте лайк. Вам это ничего не стоит, а мне будет приятно и поможет распространиться моему видео. Ну и если вы хотите поделиться этим видео, то я совершенно не против, а только рад. Разместите его у себя где-нибудь в социальных сетях или просто сообщите вашим друзьям. Спасибо, что доставили до конца. Удачи и играйте в умные игры. Субтитры создавал DimaTorzok